Вместе помочь окружающей среде нашей огромной страны. Такое решение приняло руководство компаний «Газпром СПК» и «Газпром Космические системы» и телекоммуникационный центр, который находится в городском округе Щелково, а также партнеры и компания «Рецани Дээкер СПА». Экологическую акцию провели неподалеку от Серпухова в деревне Лужки. 12 тысяч мальков стерляди было выпущено в реку Ака. У нас очень важна поддержка окружающей среды, экологии, и поэтому мы, как крупная компания, тоже участвуем в таких мероприятиях. Стерлядь – небольшая рыба семейства осетровых. На данный момент находится на грани исчезновения, в связи с чем занесена в Красную книгу России. Ловить стерлядь, разумеется, запрещено законом. А чтобы помочь увеличить популяцию этой рыбы, подобные экологические акции нужно проводить как можно чаще. И сегодня мы выпускаем именно окскую популяцию осетровых, рыбы, обитая в разных ареалах, делятся на несколько популяций, в зависимости от того, где они обитают. К примеру, в реке Ака обитает именно окская популяция. Ака простирается на 1500 километров и протекает по территории семи областей Центральной России, а впадает, как известно, в Волгу, в которую и могут в итоге приплыть выпущенные мальки. Место, куда выпустили рыбу, тоже было выбрано не случайно. Его определили специалисты рыбнадзора. Определяю в данный момент именно я. Выбираю не быстрое течение, чтобы в ближайших километрах 10 не было никаких сбросов канализационных. И, естественно, вниз по течению. Также, по словам инспектора, очень важно, чтобы поблизости не было больших пляжей. Иначе есть большой риск того, что только что выпущенная краснокнижная рыба станет для кого-то сытным ужином. Когда рыбу выпускаешь, она изначально идет к берегу, как бы откуда ее выпустили. И отдыхающие начинают собирать ведрами, чтобы показать соседу, а потом отдать кошке. Далее она уже адаптируется, расходится по всей речке, уходит далеко. Маленькие стерляди отправились в свой «Хочется верить» добрый путь. Без сомнения, подобные экологические акции необходимы для нашей природы. Многое утрачивается, и человек своими силами должен стараться восполнять это. Важно помнить, что состояние окружающей среды зависит от каждого из нас. Мария Буржинская, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.